Руководство Министерства просвещения, культуры и исследований нагрянуло с проверкой в спортивный центр подготовки национальных сборных. Среди многочисленных договоров особое внимание чиновников привлёк один. 2 января 2019 года спортивный клуб бывшего депутата Демпартии Константин Ацутсо взял в аренду один из залов. При этом администрация центра установила почасовую арендную плату вместо ежедневной или помесячной. Таким образом, спортивный клуб формально арендовал помещение на 3 часа и 30 минут в день, 5 дней в неделю. Министерские чиновники констатировали, при расчёте арендной ставки был применён минимальный предусмотренный законом коэффициент. Мы выявили многочисленные злоупотребления. Группа людей из общественной ассоциации вместе с прежним руководством организовали бизнес в этом спортзале. Помещение размером в 200 квадратных метров они арендовали за 1600 лев в месяц без контракта, без согласия на то министерство. У нас нет ни единого документа. По закону, любое государственное учреждение, находящееся на балансе министерства, для заключения арендного соглашения должно получить разрешение министерства. Проверки показали, что это был не единственный подобный случай. Центр заключил не менее 14 арендных соглашений. Вместо того, чтобы создавать приоритетные условия национальным сборным и федерациям, прежнее руководство центра отдавало спортивные залы в аренду физическим лицам и организациям за символическую плату. В ужас государственных чиновников привело и плачевное состояние инфраструктуры спортивного центра, в особенности общежитий для спортсменов. И если для бойцов Цюцу построили современную раздевалку и душевую, то остальные спортсмены переодевались и мылись на много более скромных условиях. В министерстве заявили, что администрация спортивного центра подготовки национальных сборных не смогла представить план действий. А в условиях, когда в бюджете были предусмотрены средства для ремонта центра, руководство не сделало ровным счётом ничего для их освоения. В прошлом году отремонтировали лишь зал Цюдо, но и здесь не обошлось без скандала. Тогда руководство центра не постеснялось выгнать на улицу маленьких гимнасток. Мы в курсе скандала с гимнастками. Он разгорелся именно по причине такого администрирования, о котором я ранее говорил. Приоритет отдавался не национальным сборным, а группе лиц, которая не имела ничего общего со спортом. По результатам проверок, министерство распорядилось уволить исполняющего обязанности директора центра, а также инициировать процесс расторжения договора со спортивным клубом, взявшим в аренду один из залов. Будет проведён финансовый аудит-центр, в том числе юридическая экспертиза всех договоров аренды.